Всем привет, с вами Beaver и настольные игры, и сегодня мы снова поговорим о настольных играх на Android. И сегодня у нас на обзоре будет игра под названием Unreal Estate, в которой нам предстоит строить невероятное поместье в каком-то фэнтезийном мире. Итак, с вами канал Beaver Games, поехали! В общем-то, вот такая вот у нас картиночка внутри данной игры. Здесь довольно-таки все просто, у нас есть всего два типа действий, да, это синглплеер и мультиплеер. Мультиплеер у нас только онлайн, и честно говоря, я пытался в него зайти, поиграть, но что-то как-то у меня не коннектится. Не знаю почему, в общем не происходит, никого он не ищет и ничего не происходит. Также у нас есть возможность нажать на опции, все так нарисовано, знаете, так как карандашом, маслянистыми красками, в общем, как это такое странное очень изображение всего. Здесь у нас есть возможность включить-выключить музыку, также у нас есть возможность прочитать правила и, конечно же, написать свое имя, да. То есть, ну, у нас тут можно написать Beaver, окей. Итак, здесь мы также можем прочитать правила. Нажимаем сюда, и вот так вот они в письменном виде у нас здесь полностью изображены. Но, в общем-то, нам это не надо, потому что мы сможем все это разобраться по ходу партий. Игра у нас от двух до четырех игроков, и, в принципе, можно начинать уже партию, да. Мы будем играть на двух игроков и показывать, но там есть небольшие изменения в правилах, но, в принципе, я о них вам расскажу. В общем-то, вот так выглядит внутреннее у нас убранство, скажем так, этой игры. Единственное, что можно сказать, что в эту игру нельзя играть офлайн-хотсит, то есть на одном устройстве. Итак, первая фишка игрока у меня, соответственно, первый ход за мной. Здесь карты делятся на два типа. Карты зданий, они у нас с желтой вот такой вот этикеточкой сверху. Вот с такой вот желтой этикеточкой. То есть, соответственно, на ней у нас написана цифра. Это типа, сколько очков данная карта может принести, а снизу написано, сколько таких карт у нас в колоде. Также у нас есть еще и синие карты. Однако их сейчас на столе не предусмотрено, не показано. То есть, мы, в принципе, их посмотреть на данный момент не можем. Однако, об этом поговорим чуть попозже. Это у нас центральное поле, как бы на котором выкладывается навсегда пять карт. Не больше, не меньше, каждый раунд всегда пять. Здесь у нас есть пул сброса. Он вот здесь вот находится. Единственное, что я нечаянно нажал и сделал выбор, но не суть. Итак, каким же образом происходит игра? В свой ход игрок может совершить одно из трех действий. Первое, это взять любую карту из центрального ряда. Просто выбирает ее и забирает себе на руку. Ничего сложного. Второе. Игрок может собрать комбинацию. Вот тут как раз более интересное. Однако, мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. А сейчас мы скажем про третье действие. Третье действие, это розыгрыш синей карты. Если она есть у него на руках, он может разыграть синюю карту и получить некие бонусы. Карты синие тоже делятся на три типа. Есть немедленные, как только выходит центр стола. Есть те, которые как только мы берем с центра стола, мы сразу же их разыграем. Есть третий тип, который разыгрывается с руки. В общем, об этом поподробнее чуть попозже, когда они выйдут уже на само поле. А сейчас давайте поговорим о почете очков. Почет очков происходит очень интересно. То есть, здесь у нас суммируется количество карт, которые есть у нас на руках. Одинаковых карт. То есть, к примеру, у нас есть четверка. Вот сейчас одна, да? И если у нас было бы две четверки. Вот, к примеру, мы вторую четверку можем взять вот эту. То у нас было бы восемь очков. Восемь очков. И мы их можем использовать и разыграть только тогда, когда у нас вот здесь вот в сбросе есть такие же карты, похожие. И наши четверки будут умножаться на количество карт, точнее, очки, которые приносят наши четверки, будут умножаться на количество карт, которые есть у нас вот здесь. То есть, к примеру, если бы здесь у нас... Ну, давайте рассмотрим такую ситуацию. Я сейчас возьму двойку. И в следующий ход я вам покажу, как можно разыграть карты. Сейчас первый ход у нас за противником. Второе действие. Смотрите, у нас здесь в сбросе есть одна двойка. Это вот таверна какая-то. Соответственно, у меня на руках есть две двойки. Одна и вторая соседняя. Мы можем сейчас эти две двойки разыграть. И четыре умножится на одну карту. Соответственно, я получу четыре очка. Оп. И все. Четыре очка я получил. Построил таверну. И они ушли ко мне вот сюда вот в подсчет очков. Таким образом, мы можем координировать, сколько очков мы получаем. Однако, те карты, которые мы не выбираем с центра стола, они уходят у нас в стопки сброса. Но синие карты у нас уходят полностью из игры и больше не появляются. Так, здесь у нас есть восьмерка, здесь у нас есть пятерка. И в принципе, таких карт у нас по факту нет. Поэтому давайте возьмем мы шестерку, наверное, себе. И остальные карты у нас уходят в центре стола. Вот как раз появились у нас синие карты, от которых я говорил. Первая, это вот такая вот синяя карта, которая появилась здесь. Это была немедленная карта, которая сразу же разыгрывается и, соответственно, заставляет нас сделать следующее действие. Мы должны выбрать одну карту и, соответственно, взять ее себе на руку, однако в закрытую. Я взял себе вот такую вот синюю карту, которая есть свойства. Вот здесь вот она нарисована, что немедленно, как только берете на руку. Возьмите одну карту из, как бы, из пула сброса. Соответственно, я могу взять любую карту, которая мне понравилась там, но, в принципе, у меня здесь таких карт особо нет. Но возьму, к примеру, я себе троечку. Противник также вслепую забирает себе одну карту. И остальные карты, как бы, мы тоже разбираем вслепую, непонятно, где что находится. Вот. Единственное, что хочется сказать, что эта игра не локализована у нас. Поэтому, соответственно, некоторые свойства, которые есть у нас на синих картах, а их, как бы, сложновато будет читать, да, немножко непонятно будет, что будет происходить у нас на игровом поле. Ну, давайте возьмем мы пятерочку. Наш противник разыграет единички. И, по факту, мы можем, конечно, разыграть сейчас пятерку, забрать пятерку, но, как бы, я не вижу смысла в этом. Поэтому мы заберем, наверное, единичку еще себе и будем собирать какую-то комбинацию. Итак, у нас двоечки уже упали в центр, и сейчас бы очень неплохо было бы взять двойку, да, но двойки у нас нет. Поэтому мы пока берем троечку себе. Наш противник берет вот такую вот карту, которая немедленно разыгрывается. Все другие игроки должны сбросить карту по своему выбору со своей руки. То есть мы должны сейчас сбросить одну карту. Однако вот эта вот надпись, которая здесь есть, она, как бы, нам немножко даже мешает. И немножко непонятно, что мы должны сделать по факту. Вот я совершил, я так понимаю, сброс уже, да? Да. Но я даже не видел. Вот так вот сделана эта игра. Очень качественно. Так. Вот троечка у нас здесь есть, да, но ее забирать я не буду, потому что у меня здесь три троечки, я смогу их в будущем разыграть. Поэтому я четверочку себе забираю на руку. И на этом, как бы, вот так мы и оставляем. Так, у нас есть еще одна троечка, ее забирает наш противник. И, пожалуй, наверное, тянуть я больше не буду, я лучше заработаю 9 очков, чтобы с гарантией, как бы, забрать очки, которые есть. Поэтому вот так вот 9 очков я получаю, хоть немножко приближусь к нашему противнику. Так. И ход у нас двоечка. Давайте двоечку мы заберем себе, чтобы получить в будущем 4 очка можно было. Так. Пятерки, пятерки. Я, конечно же, забираю пятерку, потому что пятерка, в принципе, здесь уже есть. И еще одну пятерку, наверное, заберем. Это уже 15 очков, которые я могу получить в будущем. Если сейчас придет еще одна пятерка у нас в центр стола и ее сможем сбросить вот сюда, это будет очень большим бонусом для меня. Жалко, что он четверку забрал, конечно. Очень жалко. Но. Ну, что поделать. Давайте, знаете, что сделаем? Карт, по факту, уже, по-моему, нет, да? А, раунд. Три осталось раунда у нас до конца игры. В принципе, можно, конечно, еще потянуть немножко с пятерками. Не знаю. Давайте, наверное, не будем. Мы разыграем. 15 очков мы получаем. И все. На этом пока мой ход окончен. Так. И тройку, наверное, я тоже заберу. Потому что я видел, что тройку собирает мой противник. Мне бы разыграть тройку было бы очень хорошо перед его ходом. Однако, давайте посмотрим на синие карты, которые есть. Посмотрите на руку другого игрока и возьмите карту. Кстати, очень довольно-таки неплохая фишка. А выберите здание, ну, карту здания и в стопке сброса. И сбросьте этот стэк полностью. Интересно, конечно. Можно попробовать сделать. Но, наверное, давайте, наверное, я сделаю двоечку сейчас возьму. Сейчас посмотрим, что наш противник сделает. Он тройки использует. Ну, тоже хороший ход. Но сейчас у меня будет тоже неплохой. Я двоечки активирую и получаю 12 очков за это. И даже уже обгоняю его по очкам. Отлично. Поехали. Он забирает одно здание. Остальные уходят туда. Восьмерки у нас. Две восьмерки упало вот сюда. Кто сейчас восьмерку получит, тот, конечно, будет очень крутым. Но по факту у нас здесь и брать-то нечего, а раундов больше и нет. Давайте посмотрим, что это за карта. Получите одно очко за каждую карту в сбросе. Ну, можно, конечно, в принципе, и ее взять. Но, как бы, 4 очка не столь большой результат. Но, с другой стороны, мне, в принципе, и разыгрывать-то нечего. Я просто беру себе эту карту. Наш противник зарабатывает одно очко, разыграя эту. А я, в принципе, разыграю синюю карту и получу 3 очка за 3 карты, которые есть у нас здесь. После этого, так как все карты уже окончены, есть еще один шанс заработать очки. Последние. Разыграть еще карты и получить очки. Но я смотрю, что у меня есть шестерка. Да. И это 6 очков, которые я могу заработать. 6 очков я вот такое вот построю здание. Мой противник 5 очков зарабатывает. И все. Это и есть вся игра Unreal Estate. Которая заканчивается вот так вот. Просто мы делаем еще один подсчет очков и все. Больше ничего абсолютно не происходит. Дальше мы можем выбрать либо выйти в основное меню, либо же сыграть еще раз. Что хочется отметить. Сделанная игрушка довольно таки простенькая. Немножко даже может быть неказистая. Она очень такая своеобразная конечно. Мелковата. Это мне очень не нравится. Очень долгий отклик идет по тапу. Минусом еще является этой игры, как на мое мнение, можно было бы сделать интерактивное обучение. Что было бы довольно таки интересно. Хотя правила здесь очень простые. Поэтому я и говорю, что интерактивное обучение было бы довольно таки более облегчало бы понимание игрокам. Особенно тем, кто не знает английский язык. Поэтому тем придется конечно искать где-то на ТСРе там русские правила. Также мне очень не понравилось то, что в этой игре абсолютно отсутствует возможность игры Hot Seat. Почему ее нет, непонятно. То есть зачем вы так делаете, такую игру, в которой в принципе играть в Hot Seat очень даже было бы удобно, обрезать эту возможность. Хм, непонятно. Арт на картах довольно таки прикольный. Да, разнообразные непонятные такие фэнтезийные издания. Клево, красиво. За это большой плюс конечно. Но честно вам скажу, АИ здесь довольно таки простоват. Я не знаю, я сыграл в нее 3 или 4 партии. Сыграл я на 3 их и на 2 их игроков я играл. И все партии я выиграл. Причем даже вот вы видите, что эту партию, которую я начинал, я сделал несколько ошибок. Первую карту я вообще выбрал просто так нечаянно. И все равно мне удалось победить. То есть что делает компьютер, непонятно в этом отношении. Ну, в общем-то, пожалуй, наверное, это все, что я хотел сказать про игру Unreal Estate. Честно сказать, мне она понравилась. Я открыл ее для себя буквально недавно. Может быть 3-4 дня назад. И мне она действительно понравилась. Я провел несколько партий и получил удовольствие от них. Все. Если вам вдруг понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Спасибо за внимание. С вами был Бивер и Настольные игры. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok